Монголо-татарское нашествие на Русь Причины и последствия поражения древнерусских княжеств Это плотная работа будет с картами историческими Вам не знаю скажут или нет Если не скажут, то говорите сами, спрашивайте Можно ли принести на экзамены карты исторические Нам не то, что разрешали, нам прям требовали Говорили, что не забудьте Но многие игнорили, а очень зря Потому что в этих картах очень много информации Например, о монголо-татарском нашествии Там прям по стрелочкам Как наступал тот же Чингисхан В каком году написано в этих стрелочках Какие завоевания Потом там в легендах карты Ну такие таблички со значками Там и численность, там и все-все-все-все-все То есть даже не зная билета Но имея на руках вот эти карты Просто работа с картами Вы на них смотрите и пишите свой билет Можно задать экзамен Поэтому не пренебрегайте Если там, например, нам было татарское нашествие Сейчас таких нет карт исторических Ну вот как контурные карты По географии, также есть по истории Ищите в интернете Скачивайте У меня была стопка там, наверное, листов 20 всяких-всяких карт От дробления Руси То есть там на каждый билет Можно практически на каждый билет Можно найти карту Вот И по ней свободно работайте Пишите и так далее Вот этот билет Точно вам понадобится Эта карта Иначе вы просто Поплывете Ну не знаю Либо прям брать зубрежкой Зачем брать зубрежкой Такая затрата Трудозатрата организма Не обоснованная Если можно все почитать по карте Итак Монголо-татарское нашествие на Русь Причины и последствия поражения Древнерусских княжеств Монголия как мощное государство Возникла в 1206 году Монголия как мощное государство Возникла в 1206 году Тогда на Куралтае Тимуджин получил титул Великого хана Чингис хан Его звали Тимуджин Состоялся Куралтай Куралтай это такой слет Тусовка такая Всех монгольских князьков Называется Куралтай Вот они все Собрались на этом Куралтай И выбрали себе Главнюка Тимуджина И назвали его Великим ханом Чингис хан Чингис хан Придавал огромное значение Военной организации Это было не тупое скопище людей Все у него было очень четко организованы Свои войска У него были тумены Это десятки тысяч воинов То есть вот один десяток Тогда тысяч воинов Тумен назывался Потом шли тысячи Сотни И десятки Они так и назывались Сотня Да Десяток Тысяча Или тумен Вот самый крупный тумен Дисциплина была просто Жесточайшая Варварская Если с поля боя Бежал один человек То казнили весь десяток Да мы говорим Что делится на десятки Сотни тысячи И тумены Десятки тысяч Вот если с десятки Один человек убежал Во время боя Тогда вырезали Всю эту десятку Если с поля бежал Десяток То вырезали Уже сотню целую Просто глотки Отрезали И все Вот Воен Еще Военачальники Никогда не участвовали В бою Они находились Где-то отдельно От поля сражения И отдавали Распоряжение Своим войскам С помощью гонцов Вот По их поведению На Руси Ну Монголы Это же прежде всего Скотоводы Поэтому их Больше всего Интересовали На Руси Именно Пастбище Пастбище для лошадей Им было плевать На людей На посевы Да На деревни Самые Как таковые На завоеванных территориях Они просто Выжигали деревни Вырезали людей Просто тупо Превращали в пастбище Новую территорию Также Существовало Поверие Тогда Что границы Монголии Проходят там До куда Доскачет Монгольская лошадь То есть Настолько Мощная Была Монгольская Армия Под руководством Чингисхана Тимуджина В Монголии Сложился Особый вид Владений Он называется Кочевой Феодализм Кочевой Феодализм Где Главным Достоянием Феодалов Была не Земля А именно Скот И пастбище Пастбище Прежде чем Пойти На Русь Монголы Завоевывают Китай А Китай Жи всегда Был продвинут Там В открытиях В изобретениях Там Монголы Заполучили Военную Технику То есть Стенобитные Орудия Стенобитные Орудия Не получили В Китае Также Очень чем Примечательно Монгольская Армия Она имела Свою Тактику И Во всех Сражениях Она Применяла Одну и ту же Тактику Вот тут Вам понадобится Контурная Карта Историческая Карта Возможно Там даже Будет Отдельная Вкладка Тактика Монгольская Вот Если нет То прям Берем Первую Попавшуюся Битву Монгольскую И Ориентируясь На эти Стрелочки Которые Там указаны Как они Нападали Просто Считываем Что Так 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 Нападение На противника У монголов Было Одинаково Правое Крыло Монгольское Двигалось На левое Крыло Противника Затем Включался Основной Центральный Блок Подминалось Левое Крыло Соперника И Заходя В тыл Уже С пополнением Правое Крыло Делало Такой Пируэт Монголы В крах Разбивали Противника То есть Такая Обманная Тактика Позже Дмитрий Донской Зная Этот Штамп Этот Прием Разобьет Мамая На Куликовом Поле Также Монголы Не гнушались Тем Что Они Из завоеванных Народов Из покоренных Формировали Передовые Войска То есть Тех Кто Эти Войска Бросали Как правило На передовую Вперед Вот Чтобы Ну там Было ясно Что они Просто Обречены На гибель Вот Первое Столкновение Русских И монгольских Войск Состоялось В 1223 Году На реке Калки Калки Первое Столкновение Это важно Первое Столкновение Русских И монгольских Войск Состоялось В 1223 Году На реке Калки Тогда Русские Откликнулись На просьбу Половцев О помощи Те половцы С которыми Мы воевали Когда они Еще были Кочевыми И не было Династических Браков Страдали От Монголов И они Попросили Русских О помощи Ну и Русские Откликнулись И вышли В 1223 Году На реку Калку На реке Калки Состоялось Первое Сражение Что происходит На этом Сражении В процессе Схватки Основной Половецкие Войска Просто Струсили И Развернулись И бежали С поля Боя Но Вот этот Побег Он просто Расстроил Русские Русские Полки Они В перемешку Там Видимо Были Те Стали Бежать Назад И Такая Сумятица Произошла Вот Которая была Не на руку Русским Войскам Возглавляли Монгольские Тумены Военачальники Су Б Дэй И Джи Б Су Б Дэй И Джи Б Военачальники Монгольские С русской же Стороны Не было Какого-то Согласия Согласованности Между Князьями И их Полками То есть Это были Такие Отдельные Единицы Которые Не Взаимодействовали Между Собой Напоминаем Что В это Время Продолжалась Эпоха Раздробленности На Руси Вот Не было Такого Единого Мощного Фронта Каждый Бился На своем Участке Земли Скажем Так В результате Русские Потерпели Позорнейшее Поражение За всю Историю Борьбы С кочевниками На реке Калки Половецкие Войска Бежали Да Русские Полки Расстроены Были Расстроены Вот Не было Согласовенности В русских Полках Потерпели Позорнейшее Поражение Так Дальше Просто Листаем Эти Карты Исторические Ищем 1236 Год В 1236 Году Субедей Подчиняет Золотой Орде Волжскую Булгарию Волжскую Булгарию Тем же Временем Внук Чингисхана Полговодец Батый Разгромляет Половцев В 1237 Году Тумены Батыя И Субедея Объединились Дальше Для дальнейшего Похода На Русь В 1236 Году Орда Завоевывает Волжскую Булгарию Баты Разгромляет Половцев В 1237 Году Тумены Батыя И Субедея Объединились Для дальнейшего Похода На Русь По оценкам Ученых Батый Привел К границам Руси Около 120-130 Тысяч Воинов 120-130 Тысяч Воинов Это 12-13 Туменов Русские Княжества Могли Выставить Такое Количество Воинов В чем Были Основные Причины Поражения Древнерусских Княжеств Причины Поражения Русской Армии В борьбе С монголо-татарским Имем Батый Был очень хитрый И он использовал Элемент Неожиданности Монголы Никогда Не наступали Зимой Никогда У них Что Они же На конях На лошадках Кони Вольные Им надо есть И вот Они передвигались Тогда Когда Был корм Для Лошадей То есть Пастбище Зеленая Травка Выпнул Их Они Пасутся Едят И Не надо Заботиться Шибко Об их Пропитании Вот Ну и Испокон Веков Если Были Какие-то Набеги То Делалось Это Точно Не зимой Но Этот Раз Баты Использовал Хитрую Тактику И он Напал Именно Зимой Далее Для Передвижения По Руси По Нашим Колдобинам Баты Использовал Замерзшие Реки Замерзшие Реки Ровненькие Да По Льду Легонько А если Мы Помним То Все Славянские Города Строились Именно На Реках Вот Так Как Реки Это Были Торговые Пути На Размещали Постоянно На Берегах Рек Располагались Крупные Города Промышленные Торговые Центры Крупнейшие Княжества Мощнейшие Вот То есть Он Спокойно Себе Шагал По Замерзшей Воде По Льду Нападая По Пути На Княжества Вот Причем С тех Позиций Где Откуда Их Точно Никто Не Ожидал Это Первая Причина Почему Потерпели Поражение Древнерусские Княжества Второе Вторая Причина Многие Русские Князья Просто Недооценивали Военную Мощь Монгол Они считали Что монголы Не способны Пробить Укрепление Городов Русских Да Русских Вот Напомним Что До этого Монголы Завоевали Китай На тот Момент Уже Обладали Стенобитными Орудиями Да И Русские Князья Думали Ага У них Нет Стенобитных Этих Стенобитной Техники Наши Стены Они Не Возьмут Вот Поэтому Ну что Мы будем Мы И Большинство Княжеств Выбирали Не Наступательную А Оборонительную Тактику То есть Они сидели На местах И просто Оборонялись Не предпринимая Никаких Наступательных Действий Это была Ошибка Конечно же Монголы Подошли Стенобитными Орудиями Расшибли Все Стены И легко Ну там В основном Наверное Были Дерево Что было Может где Камни И Легко Ловьем Пробивали Стены Ну и Конечно же На руку Монголам Играла Раздробленность Это Третья Третья Причина Раздробленность Русских Княжеств Была Только На руку Монголам На тот Момент Нужно Было Объединить Силы Все Вот А Княжества Русские Руси Да Продолжали Воевать Между Собой И уже Даже Потом Когда Уже В период Нашествия Все Продолжали Борьбу Между Собой А вот Наверное Чтобы Продолжать Эту Борьбу Надо Вообще Не Видеть Себя Государством Да Как Неким Единым Целым Что за черта Итак Три Причины Почему Поражение Элемент Неожиданности Баты Использовал По льду Пошел По реке От города Русские Князья Недооценивали Военную Мощь Поэтому Выбрали Оборонительную Тактику Ненаступательную Ну и Разрозненность Русских Княжеств Осенью 1237 Году Баты Нападает На Рязанское Княжество Оборона Длилась Пять дней Пять дней Оборонялось Рязанское Княжество На Шестой День Рязань Пала И была Полностью Стерта С лица Земли Полностью Уже То что Сейчас Мы называем Нынешнюю Рязанью В древние Времена Назывался Назывался Переяславль Рязанский Это не сама Рязань А если Мне не Изменяет Память Историчка Нам рассказывала Что Когда Приезжаешь В нынешнюю Рязань Там даже Экскурсия Есть Что Типа Это Старая Рязань До того Как ее Баты Сжег Полностью Так 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 Но это Все Тоже По Картам Это Тоже По Картам Нападение Там Главное Нужно Смотреть На Стрелочки Там Будет Много Много Если Повезет И будет Такая Карта По Каждой Монгольской Битве Будет Отдельная Карта То Это Хорошо Ну У меня У меня Помогут Вам В Хронологическом Порядке Выстроить Нападение Завоевание Монгол То есть Не надо Сразу Говорить Начинать Там Увидели Первые Стрелки Там 1237 Год Не надо С этого Начинать Если Увидели Где-то Стрелочки Которые Помечены 1236 Году Да Годом С них Начинайте Если Более Ранее Там Увидите Стрелочку Там Тысячи На реке Калки У нас В каком Году 1223 Год Начинайте С них А потом Двигайтесь Уже По Возрастающей Так И просто 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 Описывайте Вот Значит Здесь А там Еще В этой Внутри Этой Стрелочки Будет Написано Например Батый Или Там Судыбей И Джебе Судыбей Джебе Год Вот И как Они Нападали Прям Не стесняйтесь Говорить Вот Пошло Там Тремя Три Стрелочки Видите Вот Нападение Происходило Тремя Фронтами Вначале Была Завоевана И смотрите Что он там По пути Завоевывал Что оказалось Под этими Стрелочками Вот Так Значит В Осенью 1237 Году Батый Нападает На Рязанское Княжество Оборона Длилась Пять Дней На Шестой День Рязань Пала И была Полностью Стерта С лица Земли То Что Сейчас Называется Рязань На самом деле Называлось Раньше Переслав Рязанский И он Был Как бы Недалеко От Настоящей Рязани То и Рязани Уже Нет Так Далее Батый Двигается На Коломну На Коломну Москву Владимир Они Пали В 1238 Году Во Владимире Войска Батый Делятся На Три Ветви Это Тоже Все По Картам Правая Ветв Берет Городец Кострому Галич Средняя Берет Суздаль Ростов Ярославль Левая Берет Волоколамский И Тверь Далее Три ветви Вновь Объединяются Для Главного Для основного Сражения На реке Сити И это Все было В том же 1238 Году То есть Разошлись На три фронта Завоевали Потом Опять Сошлись И подошли К реке Сити В том же Или Сити Или Сити В том же 1238 Году Но Как и следовало Ожидать Русские Войска Были Уничтожены Князь Юрий Всеволодович Владимирский Был Убит Так Значит Возглавлял Да Наверное Князь Юрий Всеволодович Владимирский Был Убит Далее Батый Отправляется На Новгород Вот Новгород Его ждет Но Не доходя До Новгорода В районе Торжка А Батый Вдруг Поворачивает Обратно То есть Передумывает Причиной Тому Стало Весення Распутиться Грязище Вот Он решил Отложить Все это Дело Вот И уже При возвращении Назад На обратном Пути Да Он Неожиданно Наталкивается На ярое И героическое Сопротивление Жителей Города Козельска Козельск Вот Небольшой Городок Да Козельск Батый Уже Шел Обратно На расслабоне Ну И решил По пути Завоевать Там Какой-то Козельск Вот Но Встретил Настолько Мощную Оборону Этот Козельск Оборонялся Семь Недель Семь Недель Он Не сдавался Да Если Учесть Что Там Рязанское Княжество Пало За пять Дней Да Вот То есть Здесь Вообще Молодцы Батый Прозвал Этот Город Козельск Он его Назвал Злым Городом Злым Городом Так Следующий год 1239 Весной 1239 Года Батый Вновь Идет Походом На Русь Захватывает Переиславль Чернигов В декабре 1240 Году Терпит Поражение Киев Киев Пал В 1240 Году Далее Войска Батыя Делится На две Ветви Правая Берет Владимир Волынский И Отправляется На Польшу Левая Берет Галич И Отправляется На Венгрию То есть Туда Уже Пошли В Европу Что Нам В России Делать Пошли Завоевывать Европу Вернувшись Из Европы Это уже В 1243 Году Баты Образовывает Такое Государство Которое Золотая Орда На Волге На Волге То есть Прямо Здесь У нас Золотую Орду На Волге Организуют Со Столицей Столица Называлась Сарай Бату Вернувшись Из Европы В 1243 Году Баты Образовывает Государство Золотая Орда На Волге Со столицей Которая Называлась Сарай Бату Зависимость От Орды Русских Княжеств Получила Название Иго Иго Под Игом Весь Русский Потенциал Того Времени Иго Использовала В своих Целях Абсолютно Денежное Довольствие Пушни Все Что могли Разграбить Они Все Пускали На свое Процветание Вот Что уж Говорить О развитии Тогда Русского Княжества Если Из него Последние Суки Выжимали Там Практически Люди В дикарей Превратились Да Никакого Развития В то В то В то Время Как Ее В Европе Там Что Там Какой Год 1200 Начало Там Уже Недалеко До Эпохи Просвещения Да Ой Не Просвещение Да 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 Ренессанс Да Возрождение Не Просвещение Возрождение Со Всеми Далеко До Раннее Возрождение Там Уже Начиналось Науке А у нас Здесь Все Нищебродствовалось Мы Были Под Игом И Нам У У нас Не могло Быть Речи О Развитии Самым Тяжелым От Этого Ига Казалось Уплата Дани Развитие Руси Остановилось Русь Потеряла Национальную Независимость Теперь Древнерусским Князьям Чтобы Править Своим Княжеством Им Нужно Было Отправляться В Орду Для Получения Ханского Ярлыка На Великое Княжение Владимирское В то Время При Завоевании Когда Под Игом Находилась Русь Владимирское Княжение Давало Приоритет Над Другими Княжествами Вот Тот Кто Имел Ярлык Ну Это Такая Бумажка С Разрешением Ярлык На Княжение Бумажка Басармены Басармены Ну На русский Лад Наверное Басурмани Мы их Прозвали Вот А что Несмотря Даже На Всю Этот Ужас Чем Все Таки Монголы Были Лучше Остальных Завоевателей Что Ли Несмотря На Жестокость Монголы Проявили Себя Как Веротерпимая Нация То есть На завоеванных Черриториях Они никогда Не навязывали Свою Религию Они Не разоляли Храмов И церквей Они С почетом Относились К чужим Религиям Например Вот церковь Русская церковь И ее Служители Освобождались Полностью От поборов Они Не платили Дань Священники Могли Свободно Передвигаться По Завоеванной Территории Беспрепятственно Никто Им Ничего В общем То Не Не Делал Еще Особенность Да Уже Монгол Особенность Монгольских Завоевателей В том Что Они Никогда На завоеванных Землях Не Организовывали Своих Ну Своей Какой-то Административной Системы Управления То есть Не ставили Своего Человека Который Управлял Там На завоеванной Территории Нет Они Этого Не делали Вот Они Оставляли Тех же Князей Пусть Они Русских Да Пусть Они Здесь же У себя Управляют Только Вы Дань Платите Ну Они Не делали Это Потому Что По всей Руси Было Очень Сильное Народное Сопротивление Вот Важная Дата С 1240 Года На Руси Устанавливается Ига И Продлится Это И это Кабала 240 Лет 240 Лет То есть Смотрите Циферка С 1240 Года И Кабала Длится 240 Лет 1240 И 240 Так Легко Запомнить С 1240 Года На Руси Устанавливается Ига И Продлится Это Кабала 240 Лет Итак Подведем Итоги Начинаем С того Когда Возникло Мощное Монгольское Государство Да Упоминаем 1206 1206 Год Куралтай Говорим О Чингисхане Говорим Об Устройстве Армии Да Монгольской Вот О дисциплине Говорим О О том Что Монголы Это Прежде всего Скотоводы Им Нужно Были Пастбище Поэтому Они Сжигали Города Говорим Про Кочевой Феодализм Монголии Что Там Являлось Главным Достижением Говорим Что Монголы Прежде чем Пойти на Русь Завоевывать Китай Тем самым Обеспечить себя Военной техникой Да Стенобитными Орудиями Какова была Основная Манера Нападения Монголов Монголов Монгольской армии Вот Где произошло Первое Столкновение Русских И монгольских Войск Пришли Помочь Половцам Да В 1223 Году На реке Калки Чем Закончилось Это Столкновение Кто Возглавлял Суды Б И Джи Б Возглавлял Монгольские Монгольские Войска Поражение Да Потом Внук Часы Приходим До внука Чингисхана Батыя В каком Году Батыи Суды Объединились В 1237 Году Для Дальнейшего Похода На Русь Говорим О Основных Причинах Поражения Русской Армии Да Элемент Неожиданности Наступили Зимой По речкам Шли По замерзшим От города К городу Князья Недооценивали Не знали Что у них Есть Набитное Орудие И Разрозненность Играла Не на руку Русскому Русскому Государству Того Руси А потом Берем Контурный Кант Карты И покой Господи Контурный Исторические Карты И по этим Картам Прям Смотрим Как Баты Нападает Начинает Нападать На Русь И что он По пути Завоевывает Осенью 1237 Года Рязанское Княжество Вот Новгород На Польшу На Польшу На Польшу На Венгрию И так далее Вернувшись из Европы Он на Волге В 1243 году Организовывает свое Такое государство Которое назвало Золотая Орда Со столицей Сарай-Бату Далее Говорим О том Что Зависимость От Орды Получила Название Ига Говорим О том Как Эта Зависимость Отразилась На развитии Руси Да Что весь Русский Потенциал Монголы Пустели На собственное Развитие И процветание Отбросив Нас Вообще В Пещерный Век А вот Потом Говорим Как В то время Проходило Правление На Руси Находящееся Под Игом Какое было Административное Устройство Да Что князья Древнерусские Чтобы править Обязаны были Являться В Орду Для получения Ханского Ярлка Бумажки С разрешением Править Великим Великим Княжением Во Владимир Во На Великое Княжение Владимирское Владимирское Княжество Тогда было Самым главным Доминирующим Далее Говорим Как Было Устроен Сбор Дани Что Посылались Баскаки С отрядами Собирали Дани Монгольские Князья Басармены Вот Далее Говорим О том Что Несмотря на Жестокость Монголы Были Веротерпящие Очень Наций Наций Что Они Освобождали Церковь Не Разоряли Церковь Освобождали Ее От Дани О Свободном Передвижении Священников По Завоеванной Территории Обязательно Упоминаем О том Что На Завоеванных Территориях Монголы Не Организовывали Своей Административной Системы Управления То есть Не ставили Там Своего Человека Оставляли Все Как Есть По Всей Руси Было Очень Сильно Народное Сопротивление Ну И Подбиваем Свой Рассказ Что С 1240 Года На Руси Устанавливается Иго И Продлится Это Иго Это Кабала 240 Лет 240 Лет Без Развития